Отставки губернаторов, давайте обсудим. Это, с одной стороны, важнейшие политические события последней недели, а с другой стороны, было забавно наблюдать, как людей, которых никто не знает, может быть, за исключением жителей региона, меняют на других людей, которых никто не знает. И это все подается, боже мой, Путин сменил губернаторов, как важно, кто, одни непонятно кто, ноунеймы, их заменяют другие ноунеймы. Почему это происходит? У меня есть мой ответ на этот вопрос, который как раз вызрел, исходя из моих поездок в регионы, исходя из того, как я с людьми разговариваю, что чувствую, что они думают и чего они хотят. Всем очень сильно надоело непонятно что, не происходящее ничего. Перед выбором есть какой-то запрос, типа, сделай что-то. Нам очень плохо, мы бедны, сделайте что-то, чтобы улучшить нашу жизнь. Сделайте хоть что-то, это вообще какой-то, ну просто какой-то ужас творится. А что они могут сделать? Они могут поднять минимальную зарплату? Нет. Они могут вернуть украденные пенсионные накопления? Нет. Они экономику могут поднять? Нет. С дороги начать чинить? Нет. Ничего они сделать не могут, кроме каких-то кадровых изменений. Лучше бы было делать эти кадровые изменения в правительстве, и все население этого хочет. И мечтает просто отправить в отставку нашего Дмитрия Анатольевича Медведева, а.к.а. Димон. Но это сложно, министров менять сложно, Путин к ним привык, они же там сидят. А губернаторы, на самом деле, это самое слабое звено во всей системе исполнительной власти, поэтому они сейчас часть этих губернаторов выгнали, просто, я так понимаю, основываясь на социологии. И самое классное, и, с моей точки зрения, интересное во всех этих отставках. Покажите, пожалуйста, табличку, сколько изгнанные губернаторы получили на выборах за последнее время. Вернее, на своих последних выборах. Вот вы смотрите, Меркушкин 91%, ну, а Дулаптипов его там назначали парламентом в Дагестане, другая система. Шансов 86%, 63%, 76%. Это ж получается, друзья мои, что в отставку отправили, так вот одномоментно, просто щелкнув пальцами, самых популярных политиков страны, ни больше, ни меньше. Вот, пожалуйста, господи, в Самаре там всех шли, за него голосовали. А до этого в Мордовии за Меркушкина сумасшедшего голосовало огромное количество людей. За Шансово 86%, это ж получается, вся Нижегородская область грудью просто вставала за него. И что выходит? И выходит, что их сняли, и вообще тишина. Я же даже не говорю про какие-то протестные митинги. Я не говорю про протестные митинги. Ну, хотя бы какая-то, может быть, пресса. Вот она еще вчера, эта пресса заливалась. Какие прям уникальные политики. Валерий Павлинович Шансов, он такой прямо самый лучший, самый лучший, самый единственный. То же самое Меркушкин, и все они, вот то же самое. Их убрали, и этого никто не заметил. И всем наплевать. И никому не интересно их 91%. И 86% ничего не означает. Это выяснилось, что это ничего не означает вообще. И с Путиным так же будет. И с Путиным так же будет. Все эти проценты означают ничего. Просто политический вакуум. Ну, вот сейчас сменили. Смотрите, в принципе, ну, по большому счету, если была народная любовь. 91% — это народная любовь. Еще какая. Сменили этого Меркушкина на некого Дмитрия Азарова. И в Самарской области все такие, господи, кто такой Дмитрий Азаров? Что, почему Дмитрий Азаров? У нас сейчас такая популярная шутка, что губернаторов заменили и новые кандидатуры выбрали, потому что они все похожи друг на друга. Там действительно много людей, но вот просто они похожи настолько, вот на это фотография была очень популярна в интернете, что они, видимо, в новом айфоне могут открывать телефоны друг другу, потому что там идентификация по лицу. И вот этих вот двое злорца, их никто не знает. Глеб Никитин, который будет назначен в Нижегородской области, куда я езжу. Я его знаю. Я с ним даже, по-моему, судился, потому что он сидел в советах директоров всех компаний и покрывал ту коррупцию, которая там была, представляя интересы государства. То есть это на самом деле человек, который многие годы работал с коррупционерами и делал все, чтобы коррупционерам было хорошо. Но кто в Нижегородской области вообще знает-то его? В лицо узнает. Никто. И им убрали всенародно избранного любимого губернатора Шанцева на какого-то просто парня в очках. И что? И ничего. Это как раз означает, что все эти рейтинги, все разговоры про какую-то поддержку власти, они просто, вот просто перестаньте их повторять. Перестаньте это слушать. Это не означает ничего абсолютно. Интересно, вы знаете, я посмотрел, был такой, в Красноярском крае, есть такой владелец, по-моему, местного телевидения, он Владимир Вастров. Он написал очень правильный и интересный пост, который у меня закроет тему губернаторов, про Толоконского, которого сняли сейчас тоже. И идут разговоры, почему же сняли Толоконского, то ли по возрасту, у него пенсионный возраст, то ли еще почему-то. И он задает правильный вопрос. А тут даже штука не в том, почему его сняли, а какого черта его назначили три года назад. Ведь три года назад все знали, что у него пенсионный возраст, что это губератор, который приехал из Новосибирска, а в Красноярске, конечно, не любят те, кто приехал из Новосибирска. Все-все про него знали, что он какой-то странный человек, что он непопулярен, но тем не менее, не пойми зачем его назначили три года назад. Сейчас не пойми зачем. Его сняли. И это прекрасно показывает вообще всю кадровую политику в стране. Субтитры создавал DimaTorzok